Всем доброго дня! Сегодня я расскажу про систему водоснабжения, как у меня организовано, как налажено. Коротенькое видео по этой системе. Сейчас вы видите схему, как организована система водоснабжения. Скважина у меня под домом сделана, под лестничной машей. Оголовок скважины. Внутри стоит грунтовский частотный насос. Почему под домом я сделал? Потому что у нас тут очень стабильный грунт, то есть примерно 5 метров. Крошка каменная, потом идет скала до 27 метров, где находится уже водонесущий слой нормальный. Там промежуточных еще было парочку. Вот поэтому стоит под домом. Никаких проблем у соседей, у которых по 20-ли скважины никогда с ними не было. Дальше трасса скважина. Дальше трасса скважина заходит в щитовую. Вот тут в уголочке поднимается. Приходит у нас 40-ая труба. И до насоса идет 40-ая. Поэтому такой вариант выбора. Доходит до датчика насоса. Система управления Q301. Также Глюнфос. Ну стоит манометр и расширительный бачок. Вот такой вот всего лишь небольшой бачок для всей системы водоснабжения. То есть, в счет того, что частотный двигатель не требуется больших ямкостей для холодной воды. То есть, он справляется без всяких рывков. Ну вот давление текущее показывает. Это все штатно шло. Ну и давление стоит на три бара у меня. Все работает разумительно, без рывков. То есть, я не ощущаю, сколько бы я кранов не открыл, не ощущаю никаких просадок по воде. Дальше идет первый фильтр у меня с обратной промывкой. По первости был песок в нем совсем небольшом количестве. Сейчас вообще все хорошо. Байпас сделан для того, чтобы можно было обслуживать этот кран, этот фильтр и промывать его. Значит, дальше по системе у меня идет внешняя вода без фильтров. Ну, кроме предварительного полива я его назвал. Значит, следующая идет система фильтров уже. Также ее байпас сделан и идут гофрами на фильтры. Значит, первый фильтр, грубо говоря, грубой очистки в колбе на 20. Еще пока не менял, стоит он еще меньше года у меня. Раз в год планирую замену. Дальше идет умягчитель. То есть, я сделал анализ воды. По воде все параметры в норме, за исключением только жесткости воды. То есть, она превышает норматив. Поэтому был приобретен Аквафор А-800, выполнены необходимые настройки для моей воды. И вот все, 2,5 куба до, даже 2,8 куба до того, как он будет там себя восстанавливать. Система обычная, да. То есть, соль. Настроена, все работает. Промывка настроена на 2 часа ночи. Значит, промывка фильтра идет вот этим шлангом у меня. Там два шланга. Один аварийный, один промывочный. Значит, промывочный через гидрозатвор. Таким вот образом я собрал гидрозатвор, чтобы не поступало воздухом с неприятным запахом в щитовую. То есть, все настроено, все работает. Такая система имеет право, как говорится, на жизни. Вот аварийный еще слив в случае переполнения бачка. Также сделано вторым шлангом. Так, вот после него, после умягчителя идет уже угольный фильтр, та же в 20-й кубе. И после угольного уходит система уже водоснабжения. Значит, вот пошло в холодную до коллектора. Коллекторная система. Все потребители разделены. То есть, у меня полностью сделано. Каждому потребителю своя труба идет. Можно закрыть, что-то слить. Например, я уличную сливаю на зиму. Так, и вниз пошла горячая вода. Ответвление на горячую воду. Значит, по горячей воде, по ГВС. Идет ответвление от холодной воды. Пошло по стеночке. Полипропиленовая труба. Приходит на, соответственно, на подкачку системы, подпитку системы отопления. Уходит кран. И дальше она идет, я понял, под трубой обратки. Приходит вот таким вот образом в теплообменник, который находится в тепловом аккумуляторе. Значит, здесь температура, которая сейчас в системе. Труба регулировки температуры горячей воды, подпитки. Сейчас я покажу там дальше. И труба рециргуляции, которая возвращается, гоняет по кругу. Значит, по выходу, вот этот выход из теплообменника, горячая вода, идет, соответственно, на клапан термосмесительный. СБ, 45 на 65. Поставил я его на 55 градусов. Ну, для меня, для моей семьи это комфортно. Также там стоит еще один термометр. Можно посмотреть. Ну, немножко неудобно стоит, но так получилось, как говорится. И в него идет подпитка, о чем я говорил, для регулировки температуры с обратки с холодной воды. Ну, она не совсем холодная за счет этой циркуляции, но тем не менее. Ну, расширительный бачок, уходит отцветление. Такой вот бачок, стаутовский, небольшой, на 12 литров. Вот уже достаточно. И дальше коллектор уже у меня идет горячей воды. Коллекторы все у меня рихаусские. Модули тут по 4. 2 по 4, 1 тройный. Так, это то, что касается горячей воды. Ну, и последняя часть системы, это вот этот коллектор. Еще один. Система рециркуляции. И коллектор рециркуляции. Также все обратка. Возвращается. Качается это все насосом. Грюнфос комфорт. Настроен пока он у меня на максимальной мощности, без регулировки по температуре. Это делать будут только тогда, когда я буду долго в отпуске, например, жить, чтобы он подстроил. А так потребление у него минимальное. На 100% ставишь никаких проблем. Там 8 ватт что ли у него потребление. Ну, и плюс он отключается у меня, когда я из дома ухожу. У меня и фильтр отключается, и насос отключается. Таким образом, как бы и безопасность, и экономия энергии. Ну, тут также температура стоит, обратки. И он возвращается. Я уже говорил, вот он, идет труба. И возвращается. Рециркуляция опять системы подачи холодной воды. Так, что еще не сказал. А не сказал вот, что стоит датчик протечки. Он там у меня стоит. Вот он. Также через электроконтрол управляется. И в случае появления воды на его контактах происходит сработка. Сработка через руле. Рюле в щитке. Вот здесь вот. Который отключает, соответственно, насос скважины. Ну, это сделана защита в тот момент, именно, когда я буду находиться в доме. Потому что, когда у меня нет дома, насос скважины отключен. И так. Так, ну вот, пожалуй, вкратце про систему холодного и горячего водоснабжения я рассказал.